добрый день дорогие друзья 28 июня 2021 год 2 полная дня и это у нас как бы вы думали что это у нас это нас парк ореховая роща и конкретно это нас последствия сильнейшего ливня который был 26 июня анапе смотрите вот у нас улица иван глупца и дорожка парковая дорожка которая ведет туда она затоплена то есть есть не пройти и узнаете как-то особо на при таком цвете воды проходить не хочется заложены также и еще и газоны понятное дело что воды здесь очень много ливневой скопилось после ливня то есть никто здесь не откачивает дренажную систему в парке не а зачем дренажную систему парку да это же это же парк мы не слышали никаких дренажных системах что пытаемся пройти вот на входе возле со стороны улицы ван глупца пытаемся пройти на другие дорожки и что мы здесь видим здесь тоже самое ребята мы здесь не можем пройти парк ореховая роща в этой части затоплен но мы сами люди настойчивые да мы с вами не теряем надежды что все-таки как-нибудь в этот парк пройти можно и пытаемся направиться на следующую дорожку а что мы здесь видим то же самое здесь видим и следующая дорожка затоплена ребята там утки ребята там утки это жесть ребята мы с другой стороны подойдем вот видите их силуэты там утки жесть не вот эти атакующие какие-то речные уже существа может быть жабы может лягушки они же их сущные звуки пойдемте посмотрим уток поближе и я надеюсь что мы хоть по какой-то дорожке с вами пройдем на ту часть парка потому что здесь на входе затоплено потоплено вот здесь не пройти вот единственная дорожка которая со стороны улицы Ивана Голубца может привести нас собственно на основную иностранную часть парка и то здесь нам удается пройти только по счастливой случайности потому что видите здесь если бы было бы подтопление больше то мы уже не смогли пройти здесь частично розы в воде стоят красиво конечно безусловно очень красиво смотрится как будто какой-то мифический садовник так расщедрился что залил полностью стали здесь заливные поля луга и вот в ту сторону если двигаться мы в итоге можем прийти центр парка но мы пойдем смотреть на уток то есть утки уже сюда заселились я думаю что здесь уже скоро может быть как рыба плавать здесь уже какие-то услышные жабы или кто там еще выпей какие-нибудь таковали уже так как нам пройти посмотреть уток то есть новая достопримечательность парка расширение фауны конечно же это очень интересно об этом мало кто знает но после просмотра этого видео то ролика думаю количество желающих посмотреть на все это прибавится вода здесь такая застаивается достаточно неприятно пахнет чувствуется что то что это все таки вода которая вот на смывная неестественная здесь по сути не должно быть озеро не должно быть пруда как говорится а он есть да пойдемте найдем с вами уток ходим поближе на них посмотреть некоторые здесь дорожки плитка видите размылась тоже под сильными потоками так кажется сюда можно проходить до полюбоваться утками мне кажется вот мы их здесь видели с той стороны смотря друзья видео запах не передает но вот стоят ровно на этом месте запах напоминает почему-то почему-то знаете как такую лайтовую версию какого-то деревенского запаха вот кто был у кого есть родственники в деревне кто был в деревне вы меня поймете вот примерно такой же запах я хочу прощемиться сюда но здесь дальше вода так что мы поближе не смотрим не сможем посмотреть получается давайте пройдем отсюда сюда дальше наступаешь там дальше вода у нас просто такая топик конкретная давайте сделаем попытку еще пройдем вот сюда тоже вся плитка размытая держится просто на чистом слое как говорится утки одобряет да и давайте здесь попробуем пройти вот здесь видите тоже там за забором у нас улица ивана голубца здесь полнейшая топ все затоплено ряд сосен стоит в воде и все так смотрится конечно очень интригующее видите ну ребята реально буду какой-то полуболото полупрудик что такое вы слышите друзья вот эти такущие звуки я не знаю как называется эта птица которые эти звуки издает ну такие звуки я слышу только в районе водоемов от птиц то есть как правило на нас какой-то суши там где нет водоемов таких звуков нет то есть сюда уже слетаются речные водоплавящие птицы какие-то вот полностью полностью вот там вот все затоплено весь этот массив березки тоже виден в участке подтопления весь массив он находится в затоплении очень интересно пойдемте все таки хочется увидеть смотреть на уток вблизи может быть нам повезет мы это увидим просто я не пойму вот я с той стороны видел я не пойму как с этой стороны к ним подойти давайте еще раз так попробуем и на просто в кусты спрятались вот когда мы были там на той стороне они стояли вот здесь действительно никуда-то в кусты здесь спрятались они сидят вот здесь наверно запах деревенский я думаю где они где-то здесь что они утки они диковатые существа даже в анапе вообще знаете запах как будто ты стоишь возле коровника какого-нибудь друзья пожалуйста ставьте лайки кто впервые на канале смело подписывайтесь чтобы всегда на связи с любимым анапой с любимым черноморием всегда быть в курсе самых важных актуальных событий где еще например завелись после ливня и в анапе утки например таких событий да пишите в комментариях как вам такой вариант парк ореховая роща может быть действительно хорошая идея сделать какой-нибудь прудик в этом парке да может быть озерцо как допустим в советские времена в крупных парках достаточно больших городов делали же делали искусственные котлованы запускали туда рыбу набирали воды может быть и в анапе так сделать да как считаете вот